Учебная тренировка началась по заданному сценарию. Охранник учебного заведения, обнаружив подозрительный предмет, немедленно доложил директору, которая по телефону сообщила о происшествии. Ребята при звуке сигнализации организовано покинули здание. Нам пришлось эвакуировать 28 наших сотрудников, 33 ребенка из детского сада в возрасте от полутора до семи лет и 93 школьника от семи до шестнадцати, соответственно. В свете последних событий мы стараемся мероприятия такие проводить часто и уделяем особое внимание безопасности детей, потому что это очень важно. И они должны понимать и уметь эвакуироваться. Далее по сценарию к тренировочному процессу приступили службы экстренного реагирования. В данной тренировке принимали участие наряды комплексного использования силы средств, это АО, ГИБДД и ППС, а также следственная оперативная группа с кинологом, со служебной собакой на взрывные устройства, так сказать, обученные. После того, как наряды, единые дислокации прибыли на место и установили, что на данном объекте обнаружено зерное устройство, прибыла следственная оперативная группа, было организовано первоначальное оцепление объекта и идентифицирован муляж зерного устройства. После благополучного обезвреживания по команде, ребята и персонал учреждения вернулись в здание. По оценке руководителей, тренировка была проведена четко и своевременно. Однако были и замечания, а именно, огораживать взрывное устройство необходимо на расстоянии не менее, чем 50 метров. Отмечаю четкую и слаженную работу, где, опять же, заместитель директора, исполняющий обязанности директора, которая четко доложила, сколько детей выведено, сколько взрослых выведено, какие районы, где и как развивалась ситуация. В целом, оценка за учение удовлетворительна. Подобные межведомственные учебные тренировки в районе будут проводиться и в других детских образовательных учреждениях. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видно.ТВ.